Я думаю, что для того, чтобы стать фотографом, нужно отдать себе отчет в том, что это будет профессиональной деятельностью. Помимо развлечения себя, помимо развлечения окружающих друзей, помимо выкладывания фоток в Инстаграм, ВКонтакт, должна быть еще какая-то профессиональная цель. И вот определить эту цель прежде всего нужно. А это, в свою очередь, повлечет понимание, и какая техника нужна, и в каких количествах, и сколько закладывать средств. То есть это базовые вещи. Дальше все остальное приложится к этому. Естественно, должен быть какой-то толчок для этого. У кого-то это просто покупка хорошего современного фотоаппарата. Я, например, в фотографию пришел с раннего детства. И любовь к фотографии, она прошла со мной всю мою жизнь, в итоге превратившись в один из основных способов заработка. Выдержку в 1,125 секунды – это традиционно используемая выдержка при съемке со вспышкой. Но на самом деле вы можете выбирать выдержки длиннее без проблем. Я сталкивался и знакомился с различными программами, в том числе и зарубежных коллег. Меня в большей мере, наверное, все-таки устраивает русский подход к обучению, потому что еще все-таки сохранились преподаватели старой школы, которая считалась, наверное, одной из лучших в мире, заслуженно. Вот когда вы выстраиваете натюрморт, во-первых, необходимо учитывать, что предметы должны быть в определенных пропорциональных размерах. Не должно быть слишком мелких или чрезвычайно крупных предметов. Отечественный лучше в каком-то смысле, потому что это ближе к нашим реалиям и с точки зрения покупки оборудования, и с точки зрения профессиональной работы. Я бы рекомендовал именно практический курс, вот как в специалисте, как я прошел, и ни на минуту не пожалел, потому что они именно дали фундамент того, что дальше развиваться в профессии фотографа. В 2011 году я приобрела фотоаппарат, и с того момента я, честно говоря, фотографировала на авто и думала, вот стоит ли мне продолжать дальше, или, как все мои знакомые подружки, продать этот фотоаппарат, купить себе просто обычную мульницу и все. Ну, прежде чем решиться на такой поступок, я все-таки решила изучить все возможности фотокамеры. Мой папа всегда здорово снимал, мне всегда хотелось запечатлять некоторые вещи на изображении, да, ну, сохранять их в памяти. Фотография для этого подходит лучше всего, потому что это мимолетное какое-то событие, которое ты остаешь в памяти навсегда. Это такая шаг в вечность такой. Я занимаюсь дизайном графическим много лет, и недавно столкнулась с клиентом, которому было интересно, чтобы я умела их фотографировать. За этим клиентом появился другой клиент, и я решила, что мне пора уже на профессиональном уровне это изучить фотографию. Самостоятельно без курса тяжело, потому что курсы – это все-таки жаток, такая информация, на что надо обратить внимание. Я сделала попытку обучиться самостоятельно, нашла книжку, взяла инструкцию к фотоаппарату. В итоге я более-менее разобралась в терминологии, но все равно не поняла, как это сделать вживую. Все люди очень индивидуальные. Кому-то достаточно того, что говорится в интернете, кому-то достаточно прочитать какую-то статью. Мне будет больше пользы, я просто зная себя могу сказать, если у меня есть профессиональный человек, которому я доверяю, который это все показывает, я тут же при нем могу это повторять. Я посещал в свое время мастер-классы, но должен честно сказать, что это было уже тогда, когда я уже что-то умел. На этих мастер-классах люди знакомятся с интересными, эффектными, техническими приемами. Но для обучения фотографии все же требуется абсолютное понимание фотографических процессов, умение разбираться в изобразительном искусстве. Фотограф должен внимательно следить за тем, как распределяются на лице у человека области светов, теней, и выбирать наиболее удачную, правильную позицию. Прежде всего, фотограф должен быть художником в широком смысле слова, то есть творцом. Фотограф должен быть коммуникабельным и коммуникативным именно человеком, чтобы располагать фотографируемых людей к себе. Он не должен бояться при стрит-фото, при фоторепортажах, навести свой объектив на человека. Необходимые навыки и знания, ну, помимо, собственно, знаний, конечно же, своего фотоаппарата, своей фототехники, конечно же, программы для обработки изображения, естественно. Сам фотоаппарат – это только первый шаг к качественной фотографии. Самое главное – научиться пользоваться им и обрабатывать уже готовые снимки. На курсах мы учимся анализировать изображение, после чего начинаем работу над ним. При необходимости ретушируем кожу, глаза, волосы. Кроме ретуши портретов мы также работаем с предметами. Допустим, украшения, драгоценные камни – мы придаем им больше блеска. Изучаем допечатную подготовку изображения. Иначе некоторые цвета могут пропасть во время печати. И в отдельных областях также пропадут детали. В специалисте я пошла учиться, потому что это 11 или 12 курс уже в этом учебном заведении. Мне нравится, что здесь все так компактно, достаточно много информации, хорошие преподаватели. Все объясняют до мелочей. Закончил до этого другие курсы фотографии. Ну, что заканчивал, что не заканчивал. Результаты для себя не увидела. В ни один другой учебный центр такого количества позитивных, однозначно позитивных отзывов я не видела никогда. Это получение не только знаний, но и неких документальных подтверждений. Многие не рассматривают фотографов без определенных сертификатов и подтвержденных знаний. Знания пригодились, полученные именно с курсов в плане работы с фотоаппаратом, шаблоны. Соответственно, я теперь могу взять любой фотоаппарат и через 2 минуты разберусь, как с ним работать и могу работать на любой технике. А второе знание – работа с моделью. На курсе «Фото 2» и «Портрет» базовые навыки давались, как поставить модель и раскрыть ее для работы с ней. Мне пригодились знания по постановке света. Это очень важная информация, так как свет – очень важная фотография. То есть это основная составляющая фотографии. Знания, полученные по построению кадра, действительно были очень ценные, потому что я еще проходил не только фотокурсы, еще проходила основу композиции того же преподавателя Красновска Дмитрия Валерьевича. Плюсы профессии – это дополнительный доход. У кого-то это может быть основной доход. Свободный график работы в основном. Возможность завязать новые знакомства. Чем больше у вас таких связей, тем вам легче будет искать новые заказы и работать на свое имя. Ну, принадлежность к творческой элите, в общем, да, как ни крути. Возможность ходить с ракезом, с татуировками, с туннелями в носу. Ну, то есть возможность быть творцом, собственно, да, мне кажется, это главное, да. И свысока в этом смысле взирать на всех бухгалтеров, я их уважаю, но все равно у них работа-то поскушнее, мне кажется. Конечно же, хотел бы сказать, что увлечение фотографией, оно развивает наблюдательность, умение философски относиться ко многим вещам, происходящим в нашей жизни, развивает реакцию, позволяя мгновенно решать какие-то сложные проблемы. Минус, да он тоже, в общем, очевиден. Минус – это ты все время рискуешь остаться не у дел. Если ты выпал из профессиональной обоймы, то ты сразу, ну, не сразу, но быстро становишься никем, и надо снова все это набирать. И, кроме того, есть еще один минус, которым сталкиваются начинающие фотографы – это то, что им не удается, собственно, влезть вот в эту самую обойму. Они так и остаются на поверхности. И говорят, что-то я пробовал быть фотографом, купил себе фотоаппарат такой здоровенный, а что-то оно не стало. Глупости – это все. Они просто не достигли вот той глубины, они просто не поняли, что от них требует рынок, что такое на самом деле фотограф. Это печально, но так бывает часто очень. Если рассматривать профессию фотографа как основное средство заработка, это достаточно сложно, и порог вхождения очень высокий. Потому что сейчас профессиональных фотографов в Москве, ну… Чрезвычайно много. В основном фотографы востребованы для съемки иллюстративного материала с целью размещения в интернет. Это может быть и предметная фотосъемка, это может быть ландшафтное или архитектурное фотографирование. Ну и, конечно же, событийные репортажные фотографы, которые освещают жизнь обычных людей, получая при этом профессиональный гонорар. Но надо понимать, что все-таки требует профессионалов, а не любителей. Конечно, есть огромные соблазны на эту тему, огромное количество анекдотов. Человек купил себе фотик и чувствует себя уже профессионалом, и уже пишет объявление ВКонтакте, что за недорого снимаю сессии, три дня проезда между Парижем и Лондоном. То есть, говоря серьезно, фотографы нужны, безусловно, но только нужно не останавливаться и развиваться, двигаться, конечно. Практика – это все фотографии. Если вы не фотографировали, вы упустили время. Вы отодвинули свой заветный час достижения цели. Любые съемки, пусть они будут даже бесплатные, не бойтесь браться за любую работу, так вы приобретаете опыт и опыт общения с клиентом, что немаловажно. Что, опять?